Всех приветствую, продолжаем знакомиться с притчами, притчей Максима Горького, называется «Притча наказания Тамерлана». Когда он насытился славой, как Харасан зноем солнца, он стал задумчив и немногословен, подобно мудрецу с берегов Ганга, и, созвав однажды в шатер свой величайших мудрецов земли, кратко спросил их, «Мне нужно видеть Бога, как я могу достичь его?» Разные пути указывали мудрецы Тимуру, но он жестоко молчал, отталкивая мудрых взглядом презрения. Молодой мудрец с далекой страны Средиземного моря указал Тамерлану, «Только разумный труд, приводит к познанию мудрости Божией. Это путь рабов, крикнул хромой, укажи мне путь владыки». «Бог познается созерцанием», — сказал седой старик из Пешевара. Усмехнулся Тимур. «Созерцание, сон души и бред, ступай прочь, старик». Византийц сказал, что путь к Богу лежит сквозь любовь и тернью любви к людям. Но Тимур не понял Византийца, насмешливо возразив ему, «Тех, кого много любят, мы называем распутными, и они заслуживают только презрения». Так он отверг все советы мудрецов и много дней был мрачен точно вором. Но однажды, запоздав на охоте, он остался ночевать в горном ущелье. И вот на рассвете ворвалось в ущелье буря, осыпая его каменные бока огненными стрелами, наполнив горную щель степной пылью и тьмой. И в громе во тьме Тимур Ленка услышал спокойный голос. «Зачем я тебе, человек?» Помил хромой, кто говорит с ним, но не устрашился и спросил. «Это ты создал мир, который я разрушаю». «Зачем я тебе, человек?» Повторил голос буря. Подумал Тимур, глядя во тьму, и сказал. «Родились душевые мысли, ненужные мне и требуют ответов. Это ты внушаешь ненужные мысли?» Не ответил голос, или не слышал был Тимуру ответ. Его в злом хохоте грома среди камней. Тогда выпрямился человек и заговорил. «Вот я, разрушая мир, и весь он в ужасе пред мечом моим. А я, не зная страха даже пред тобой, тысячи тысяч людей видели меня. А я даже в сновидениях не встречался с тобой. Ты создал землю, посеял на земле неисчислимые племена. Я поливаю землю твою кровью всех племен. Я истребляю лучшее твое. Вся земля побелена, покрыта костями людей, уничтоженных мною. Я делаю все, что могу. Ты можешь только убить меня. Ничего больше ты не сделаешь мне. Ничего. И вот я спрашиваю, зачем все это? Я, ты и все дела наши. Голос спокойно сказал. Придет час, и я накажу тебя. Усмехнулся великий убийца смертью. И голос ответил. Страшнее смерти. Пресыщением накажу я тебя. Что такое пресыщение? Спросил Тимур. Но буря взлетела к вершинам гор, и никто не ответил Тамерлану. После этого Тимур Ленк жил еще 77 лет, избивая тьмы людей, разрушая города, как слову муравейники. Иногда на пирах, когда пели о подвигах его, он вспоминал ночлег в горах, и голос буря, и вспоминая, спрашивал лучших мудрецов. Что такое пресыщение? Одни говорили ему много, но ведь нельзя объяснить человека то, чего нет в сердце его. Как нельзя заставить лягушку в болото понять красоту небес. Умер великий Тимур Ленк, разрушитель мира, после великой битвы. И, умирая, он смотрел с жалостью в очах только на любимый меч свой. Вот такая притча Максима Горького. Она называется «Наказание Тамерла». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok